А молодую актрису Ольгу Мотину после смерти ее мужа, телеведущего Сергея Супонева, считают практически сумасшедшей. Вдова разорвала все связи с телевидением, перестала общаться с друзьями Сергея, спрятала маленькую дочь от родственников и даже от крестного отца. Почему после трагической гибели своего мужа женщина выбрала именно такую жизнь? У меня был муж, нормальная семья, и вдруг в секунду вот так все поменялось в ней, в моей жизни. Мне до сих пор кажется, что это не со мной, что это все какое-то кино. Не то, чтобы вот я там завтра проснусь, а он живой. Понятно, что я тоже реальный человек, тоже реально смотрю на вещи. Но вот то, что это случилось, то, что это с ним случилось, все равно мне кажется, это какая-то ошибка. В конце 80-х еще девочкой Ольга, как и тысячи других школьников, с увлечением смотрела телепередачи Сергея Супонева. «Звездный час», «Марафон 15», «Зов джунглей» среди подростков были настолько популярными, что практически каждый ребенок мечтал стать участником такой программы на центральном телевидении. Впрочем, Ольга немного отличалась от ровесников. У нее была необыкновенная, как для маленькой девочки, мечта. Я один раз пришла из школы, включила телевизор, первый раз в своей жизни его увидела, мне было лет 13, наверное. Позвонила своей подружке и сказала, вот смотри сейчас там на Первом канале, вот я хочу, чтобы у меня был такой муж. Практически 10 лет Ольга взрослела вместе со своей заветной мечтой, вера в которую крепчала с каждым днем. Ее звездный час настал, когда девушке исполнилось 20. После окончания театрального института Мотина только начинала актерскую карьеру и играла на сцене второстепенные роли. Да, когда я пришла в театр, я узнала, что там работает его мама. Я подумала, во, это, наверное, какой-то сигнал. Но как-то во время очередного представления ее сердце екнуло. Он пришел к нам на премьеру спектакля «Трехгрошовая опера», сидел в первом ряду, а я тогда играла там 10-ю проститутку во втором составе. Ну, я была очень горда, потому что меня только взяли в театр, и это было круто. Оказалось, что Ольга и Сергей имели много общих знакомых. Именно благодаря им они и встретились с глазу на глаз. Ее детская мечта о герое с голубого экрана осуществилась. А Сергея с первого взгляда приворожила красавица-актриса. Она стала его последней и самой сильной любовью. Он настолько умел внедряться в жизнь, вот в мою лично, да, он настолько вошел и настолько занял все мое внутреннее пространство, духовное, душевное, материальное, все что угодно, там, семейное, мозговое, что мне кажется, что я иногда мыслю его мозгами. Уже через год влюбленные поженились. Младше Сергея на 13 лет Ольга нашла в нем все. Любящего мужа, любовника, друга и даже отца. Он делал для меня все. И в полном смысле этого слова я ощутила это тогда, когда он ушел. То есть он как-то так, он никогда это не педалировал. Он был мужчиной в полном смысле этого слова. Он был стеной. Вот той стеной, о которой мечтает каждая женщина. Он взял на себя все и мужские, мне кажется, даже женские обязанности. Я до сих пор к своему стыду не могу толком сварить суп. Как только в семье родилась маленькая Полина, супруги переехали в большой загородный дом. Сергей взял на себя все домашние хлопоты, помогал с воспитанием дочери. Ольга была как будто в сказке. Но даже в ночных кошмарах не могла представить того, что ожидает ее впереди. Полина, скажи, пожалуйста, ты помнишь своего папу? Помню. Ты просто на него похожа? Да. Также руки об коленки вытираю. Я не смогла ни заплакать, ни закричать. Мне налили стакан водки, который я вообще в жизни не пью. И мне она показалась водой. В декабре 2001-го, катаясь на снегоходе, Сергей попал в страшную аварию и погиб. Из счастливой жены и матери Ольга превратилась в 25-летнюю вдову с грудным ребенком на руках. Я не смогла ни заплакать, ни закричать, ни там, я не знаю, упасть в обморок. Я ничего не смогла сделать. Мне налили стакан водки, который я вообще в жизни не пью. И мне она показалась водой. Ольга до сих пор не верит, что та авария была несчастным случаем. Сергей слишком хорошо разбирался в экстремальных видах спорта. Во всем женщина винит телевидение. Ведь Супонев был не только автором и ведущим многих детских программ, а еще и влиятельным продюсером. Когда вы слышите слово депутат, у вас в голове начинают роиться всякие ассоциации, да? А правительство, Дума и президент. Правительство, Дума, президент. Эти три прекрасных понятия. Правительство, Дума и чиновник. Правительство, Дума и чиновник. И это тоже правильно. Чиновник не совсем мы можем принять, потому что чиновников назначают сверху, а депутатов выбирают, да? Но все равно депутат, как только переступает по рук Думы, он моментально становится чиновником высшего ранга. Аплодисменты всем нашим словотворцам. В его руках крутились большие деньги. Последние месяцы своей жизни Сергей жаловался на проблемы и постоянное давление на работе. Но что именно его не устраивало, не рассказывал. Именно этот факт заставил молодую вдову считать смерть мужа для кого-то выгодной. Ольга разорвала все связи с коллегами Сергея, его друзьями и даже крестным отцом их ребенка, шоуменом Леонидом Якубовичем. Я его дочку крестил. Она как-то довольно легко ко мне пошла, заснула, и тут же меня описывалось. Я стоял, а батюшка сказал, что к счастью, к счастью. Я так и стоял, весь мокрый с ног до головы. Тут такая история произошла. Я не знаю почему, но она после этого решила как бы отрезать вообще все, что с Сережкой связано на телевидении. Ольга вместе с дочерью Полиной унаследовала большой загородный дом, в котором ранее они жили всей семьей. Но этот дом так и не стал для женщины счастливым. И в конце концов она оставила его родителям погибшего мужа. Ольга до сих пор с ужасом вспоминает, как должна была начинать там новую жизнь уже без Сергея. Когда он ушел, я вдруг поняла, что он так незаметно меня отстранил от всех дел. Он так незаметно занял лидирующую позицию в семье, что я оказалась абсолютно безоружна. То есть мне в первый момент, я думала, что я не знаю вообще с чего начать. Мы жили в загородном доме, я не знала, как работает котел. Я чуть ли там, ну, одной кнопкой могла открыть ворота, но механизм там, как они работают, чем у меня крыша покрыта, из чего стены сделаны, я вообще ничего не знала. Буквально там, как заплатить за мобильный телефон. Говорят, самый сложный после потери близкого человека именно первый год. Ольга считала, что со смертью мужа закончилась вся ее жизнь. Она погружалась в свои мысли, забывая даже о дочери. Это могло продолжаться часами. Но однажды женщина случайно прочитала в газете последнее интервью мужа. В нем Сергей говорил, что дети – смысл жизни каждого человека. Эти слова для молодой вдовы стали его завещанием. Ольга зажала всю боль в кулак и пообещала себе, что станет самой лучшей мамой для маленькой Полины. Теперь она делает все ради нее. Женщина много играет в театре и кино. Она хочет быть хорошим примером для доченьки, которая, как две капли воды, похожа на своего отца. Полина, скажи, пожалуйста, ты помнишь своего папу? Помню. Так же руки об коленке вытираю. Я очень люблю в ней наблюдать его. То есть она настолько на него похожа. Вот с самого первого дня своего. Там не было вопросов. Просто когда она родилась, ее все увидели. Мне сказали, кто рожал вообще ребенка? Ты там хоть как-то руку приложила или нет? И сейчас у меня... Вот я каждый раз не устаю поражаться тому, как эти гены вообще работают. Насколько ребенок, не живущий рядом с папой, не видящий его, по сути, и был год, когда он погиб. Конечно, она его не помнит. Как у нее жесты его, у нее выражение его, у нее чувство юмора его. Там какие-то повороты, глаза. Я смотрю, Сережа прям. Мне это очень нравится. Ольга Супонева, как и многие другие звездные вдовы, оставшиеся с детьми на руках, не представляет для своей дочери другого отца и не решает. Субтитры создавал DimaTorzok